Дагестан 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 Сегодня крепость на рынке Ла Это архитектурно-музейный комплекс, который можно по праву считать исторической достопримечательностью Дагестана номер один Горный Дагестан очень суровый Двигаясь по узким дорогам, вьющимся серыми лентами среди безжизненных каменных склонов Возникает вопрос, как здесь живут люди Без газа, порой без водопровода, интернета и прочих благ цивилизации И уже потом, спустя время и километр маршрута, понимаешь В горных республиках люди живут в первую очередь многовековыми традициями Территория современного Дагестана обжита человеком с древнейших времен Ранние стоянки древнего человека в Дербенском районе датируются возрастом более 2 миллионов лет Следы пребывания первобытного человека возрастом не менее 1,5 миллионов лет Найдены в Акушинском, Кулинском, Гунипском или Вашинском районах республики Сегодня при численности населения чуть больше 3 миллионов человек Дагестан является самой многонациональной республикой Российской Федерации И в моем личном рейтинге исторических объектов Дагестана Второе место занимает крепость Кала Корейш Духовная святыня республики Это место было первым форпостом распространения ислама на Северном Кавказе Стоящая у слияния пяти рек, крепость Корейшитов контролировала торговые пути и распространяла ислам К крепости можно подняться узким перешейком, останавливаясь возле древних захоронений Дальше путь проходит по полке на склоне горы Поднявшись наверх, оказываешься в другом измерении Хорошо сохранившиеся каменные стены построек затягивают древними улицами на самую вершину Тут и там взгляд выхватывает из каменного хаоса знакомые очертания А мозг активно дорисовывает картину образами, без которых трудно себе представить Северный Кавказ Очаг, шурпа, овсара и зимой топчутся коровы Земля предков У племен, живущих вдали от побережья Каспия, шансов выжить и сохранить свою аутентичность было больше Те же, кто жил ближе к территории интересов, чаще испытывали на себе вражеские набеги и оккупацию Единственная тропа наверх и крутые обрывы с трех сторон снижали вероятность захвата города Только осада, торговая и продуктовая эмбарго И чтобы выжить, нужно лишь открыть ворота, и повиноваться, и принять веру И вот ты уже служишь другому господину и поклоняешься другому богу Конечно же, Дагестан богат не только историческими достопримечательностями Среди самых известных природных объектов первое место по туристической привлекательности занимает Сулакский каньон Спокойный своим течением и свирепый своей глубиной Бирюзовой нитью Сулак соединяет два берега, уходящие круто вверх почти на 2000 метров Нить длиной у 53 километра Черкейская гидроэлектростанция, закрывающая каньоны, образующая водохранилище площадью более 11 тысяч квадратных километров Является самой мощной ГЭС на Кавказе с высотой плотины 232,5 метра Дополнить впечатление от каньона поможет прогулка на катере по реке Сулак Для этого необходимо спуститься вниз и пройти паспортный контроль на Черкейской ГЭС В сезон, когда поток туристов достигает своего пика, на КПП можно задержаться на несколько часов И снова село на крутом склоне, и узкая дорога, на которой трудно разъехаться даже с коровой И каждый свободный метр земли на вес золота Что говорит, сервис в таких труднодоступных местах отсутствует полностью После прогулки на катере нас накормили жареной форелью, выращенной здесь же Вода из родника, удобство на улице Косые взгляды на тех, кто курит сигареты или употребляет спиртное Несмотря на то, что ты гость, ты должен соблюдать правила и обычаи людей, живущих на этой земле Иначе не может быть Есть в Дагестане природная достопримечательность, происхождение которой окутано загадками и сдобрено местными легендами Номер два в моем рейтинге Бархан Сарыкум Когда и откуда он появился, точно не знает никто Одни считают, что Бархан образовался в результате выветривания песчаников окрестных гор Другие, что это продукт вулканической активности Ну а коренные жители передают из уст в уста легенду о любви Барият и Булата Когда-то давным-давно жил в ауле Ибрагим И была у него дочь, красавица Барият Многие готовы были посватать Барият Только вот сердце ее принадлежало Булату Не один раз Булат приходил просить у Ибрагима руки его дочери Но всегда получал отказ И вот в один прекрасный день Ибрагим сказал Булату Только тогда поверю в твою любовь к моей дочери Когда насыпешь такую гору песка С вершины которой можно будет увидеть мою саклю Конечно же Булат согласился на такой подвиг ради своей возлюбленной Шли месяцы, годы Булат продолжал приносить с берега Каспия песок А гора постепенно становилась все выше и выше И вот однажды, когда он уже начал терять надежду С вершины Бархана он увидел родной аул Исаклю Ибрагима Булат выполнил свое обещание И душа его трепетала от счастья Но каково же было его удивление Когда спустившись в аул На пороге дома вместо молодой и красивой Барият Его встретила старая седая женщина Да и сам Булат за работой не заметил Как стал стариком Так и прожили они всю жизнь Он за строительством Бархана Она в ожидании любимого О дальнейшей судьбе Барият и Булата Легенда умалчивает И лишь только песчаный великан Сарыкум Напоминает об их неразделенной любви Сегодня Бархан Сарыкум это памятник природы Входящий в состав Дагестанского государственного природного заповедника Величественный и живой Бархан считается самой высокой песчаной дюной Не только в России Но и во всей Евразии Абсолютная высота Бархана 262 метра А вот мировой рекорд принадлежит Бархану Высотой 455 метров Который расположен на Аравийском полуострове В юго-восточной части пустыни Руб-Эль-Хали Уникальным Бархан считается не только из-за своего загадочного происхождения Сарыкум это место обитания более 250 видов позвоночных 46 из которых редкие и исчезающие виды Занесенные в Красные книги России и Дагестана Большинство обитателей Бархана это ночные жители Так как дневная температура поверхности может достигать 55-60 градусов по Цельсию А у подножия Бархана абсолютный для всего Дагестана температурный максимум составил 42,5 градуса Чаще перед туристами здесь любят покрасоваться птицы Орел-могильник, степной орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип И номер 3 в моем рейтинге природных достопримечательностей Дагестана Гора Маяк Хотя если честно, по остроте ощущений я бы поставил этот объект на первое место Но из-за своей труднодоступности Гора Маяк не входит в список самых посещаемых туристических объектов Дорога на вершину начинается в селении Верхний Гуниб на высоте 1600 метров над уровнем моря Верхний Гуниб известен тем, что здесь был последний оплот имама Шамиля Как известно, Кавказская война длилась 47 лет и считается самой продолжительной войной в истории России И именно имам Шамиль оказывал активное сопротивление русской армии на протяжении 25 лет До 1859 года, когда русские войска под командованием генерала Борятинского сумели пленить 62-летнего лидера освободительного движения А еще плато, на котором расположено селение, обладает уникальными климатическими и природными факторами Особенный микроклимат и чистая атмосфера оказывают чудотворное влияние на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы Проехав по склону 2-3 километра, мы оказались на вершине Это сердце Дагестана Это его географический центр В 2019 году я проехал Дагестан два раза, весной и осенью Как говорится, вдоль и поперек Уже по опыту могу сказать, что самые оптимальные месяцы для комфортного путешествия по республике – май, июнь и сентябрь В октябре, несмотря на вполне теплую погоду, туманы и дожди могут полностью изменить планы А чтобы путешествие принесло максимум пользы и впечатлений, лучше всего воспользоваться услугами проводника из числа местных жителей Проводник не только поможет грамотно составить маршрут, но и с удовольствием поделится с вами информацией, которую вы вряд ли найдете самостоятельно